Добрая традиция поощрять стипендиями достойнейших из достойных победителей конкурсов, олимпиад, соревнований областного, российского, международного уровней зародилась в Ленинском районе в 2007 году. В минувший четверг в Видновской гимназии состоялась торжественная церемония вручения престижного гранта по итогам 2012-2013 учебного года. К полутора тысячи лауреатов этого гранта добавилось еще 50 человек. И теперь в книгу почета, храняющуюся в управлении образования, вписано уже 600 фамилий. Детям, подросткам и молодежи Ленинского района скучать некогда. На первом месте, конечно, учеба в школе. Но есть еще занятия в творческих кружках, спортивных секциях и клубах, различные мероприятия, праздники и соревнования. Условия, которые созданы в районе, способствуют развитию личности и стремлению учиться. А имена и стипендия главы, вручается нас 2007 года, одаренным детям, помогает не останавливаться на достигнутом. Это посчетно, это хорошо, когда государство стимулирует учеников получать какие-то награды, достижения. Илья Преображенский, одиннадцатиклассник Видновской школы номер один, не только успешен в учебе. Он играет на саксофоне и танцует, участвует в литературных конкурсах. А вот Настя Минкина, напротив, увлечена спортом. Она серьезно занимается каратэ. В ее копилке есть награды и европейского уровня. Это не только моя сослуга, то, что я получаю сейчас премию. Это сослуга моих учителей, моих тренеров, моих друзей, поддержки за все, что я делаю. Анастасия получила стипендию главы впервые. Но среди ребят есть и те, кто становится лауреатом второй, третий и даже четвертый раз. К примеру, Дарья Иванова, юная художница, воспитанница Центра детского творчества «Импульс». Даша очень творческий человек. Отлично успевает в школе, участвует в самых разных конкурсах, пишет картины в своей манере. Секрет успеха девушки в том, что она все делает с радостью. Работать нужно много, но работать не на премию, а на то, чтобы получить удовольствие от своей работы. Поскольку я считаю, что именно удовольствие от работы – это самое главное, наверное. На сцену Видновской гимназии под руку плескания зала в этот день поднялись 50 учащихся самых настойчивых в достижении своих целей. Они удостоились чести стать лауреатом стипендии главы. Всего же в этом году в отборочном туре на соискание гранта приняли участие 126 претендентов из 20 муниципальных учреждений. Вы – созидатели. Созидатели вместе со взрослыми, потому что ваш талант, ваша учеба, результат вашего творчества отмечен. Главное, чтобы принцип «за словом дела, за делом результат» стал приоритетным, отметил Сергей Кошман, поздравляя стипендиатов. Трудно переоценить то, что наши дети побеждают в Олимпиадах, побеждают в спортивных соревнованиях, побеждают на различных творческих конкурсах. Здесь это наш золотой фонд. В этот день слова поздравления и благодарности звучали не только в адрес детей, но и их родителей, педагогов, которые играют огромную роль в воспитании молодежи, нашей гордости и будущего нашей страны.